Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю ФФА сериал Сидмэйс Цивилизейшн 6 за Турцию с модом Beta Balanced Game. Недавно я выпускал видео, что меня не устраивает в шестой циве, и некоторые моменты этот мод правит. Кроме того, сетевых партий за Турцию я вам не показывал, была только против компьютера на божестве, как раз перед выходом дополнения Gathering Storm. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу. Во вкладке «Сообщество» — это привилегии их, ну а зрители и подписчики новую серию увидят раз в день. Еще раз благодарю всех спонсоров канала, которые меня поддерживают. Напоминаю воздержаться в комментариях от бессодержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. Приятного вам просмотра! Ну че, как, у кого место? У меня, по-моему, очень безусловно. Все загрузились уже, да? Помните, против компьютера, когда я играл, вот перед выходом Gathering Storm, какое ужасное место было у турок. А здесь, при том, что это не новый мир, это стоит не новый мир. Просто вообще зашибись, я бы сказал. Сразу еще и три денег идут, то есть я смогу клетки тут покупать. Сразу и камень могу обработать, и меха обработать. Вообще зашибись. Ну, сразу строим строителя. Тут открываем животноводство. Там, наверное, горное дело и гончарочку. Или... Не, даже сначала, блин, сначала горное дело, потому что мне надо камень обработать будет. Потом животноводство, потом гончарное дело. Животноводство, чтобы лошадей открыли. То есть обработаем камень, потом пойду на меха, и, надеюсь, где-то тут еще лошади будут. Все. Ой, блин, мне что, два континента сразу? Да, сразу два континента. И международная торговля ускоря. Отлично. Здорово. Здорово. Ну, как вы видите, например, вот тут где-то кампус встает, нормальный. О, уже варвары пришли, и не нашли мой город. И шипят тебе в микрофон. Тут я вижу уже хорошее место. Боже, что ж у меня... У меня просто отличное место старта. Варвары пришли и поставили чайник. Раз, два, три. Ну, то есть вот тут, где стоит дуболом, я бы ставил город. Прям даже метку сделаю. Следующим ходом. Отличные места. Просто отличное. С такими местами надо постараться плохо сыграть. Ресурсы есть. О, сразу... Да я даже туда переключу. А, у меня и так обрабатывается. Отлично. Денег куча. Вот сразу практически плюс 10. Потому что два таких ресурса вместе. Так, здесь давайте в очередь поставлю поселенцы делаться. Наверное, вверх схожу. Вот так вот обойду территорию. Тут вот желательно где-то поставить... Город так камень обработаем. Вот тут, конечно, не очень... А, хотя тут тоже надо... Ну, видите, вот кампус на плюс 3, например. Да, можно сразу ставить... Меточку. Кампус на плюс 3. Только мы начали еще двое ребят. Подтянулось сразу в чат. Ну, я, честно говоря, не хотел бы переначивать. Так, долго ждали. Центр коммерции. Хороший будет. Так. О, это чудо какое-то. А, да, это прикольное чудо, кстати. Которое, если обрабатывается, просто обрабатывает. Ну, то есть, не обрабатывается, а в границах вашего города. То это два очка великого полководца и два очка великого торговца. Нормально вообще? Какие-то читы подъехали просто. Привет, я понял. Привет. Что нашел? Ускорение для военной традиции. Ну, так себе. Потому что... Ускорение для военной традиции это захват лагеря варваров. На право планируешь много городов ставить. Блин, так мне надо где-то... Раз, два. Ну, предварительно вот здесь город, да? Чтобы захватить эту клетку. Ну, там пустыня. Но он, скорее всего, с другой стороны где-то ставить. Вверх, да? Отлично. Как проводим дружить? Ну, тут три клетки будет. Само близко. Я бы пока обратно возвращался. Да, прикольненько, прикольненько. Мне нравятся мои места. Вот, вставим против варваров, понятно. И на пантеон. Пока. Хотелось бы, чтобы где-то лошади поближе были. Мне кажется, они могут вот на этом холме появиться. Два хода, что обрабатывается. Извиняю, я еще подблочил, я в следующем ходу перейду. Да, все правильно. Да, вот то чудо классное. Два очка. То есть, я просто получу генерала, скорее всего, даже без военных лагерей. Я бы, наверное, сразу вот туда вел город ставить. Следующий. Ага. Ага, лошади просто не появились. Здорово. Ну вот. Некоторый минус в моем положении все-таки появился. Так, ну и что мне обработать? Какую мне клетку обработать? Получается, что здесь шахты сделать. Мне же надо три клетки, чтобы было обработано. Давайте мастерство открывать пока. Надо мастерство открыть для юнитов. Блин, ну вот вам и балансовый старт, типа. Ну, хотя, может быть, они где-то здесь, вот я не вижу. Надо, кстати, купить сюда клетку. Тут военный лагерь, например, построить, если кто-то будет внезапно. Так, лояльности я никакой не вижу. Пока идем сюда. Тут клетку куплю. Ну, я сейчас хочу вернуться дуболомом. Надо защищать поселенца. Тут сразу следующего строя. Я хочу вот сюда привезти и вот эти клетки выкупить. Там классно будет. Вообще будет зеба. Поэтому пока не хочу сюда клетку тратить деньги. Я вот эту куплю клетку одну, да. Потому что, ну, надо три обработанных клетки, чтобы было. Но на этом все. Здесь чисто вот шахту для ускорения мастерства. Так, тут возвращаемся. Ну, да, пока так. Надо, наверное, скаута будет построить после поселенца. Привет, это далеко же ваш. Ну, не очень. Блин, чего там все встречаетесь? Найдите меня что-нибудь. А карта же это не новый мир, да? Да, обычный. Очень, очень не турецкий старт у меня какой-то. Гор в наградом. И при этом баланс, да? Просто у меня лошадей нету рядом вообще. А у меня две штуки под стольный. Хотя это, конечно, важная инфа. Не стоило об этом рассказывать. Давайте пока... Мне хочется письменность начать. Но мне еще этот камень надо... Я бы хотел побыстрее эту тудору, я же зашил. Там край карты. А ты? А, давайте обработку бронзы пока. Я не верю, что я кого-то встречу. Тут, видите, такие холмы. Я не дубьте, я наверх иду. То есть, и кто-то ко мне и будет идти, он будет делать долго. Ты еще кто-то спрашивал, японец или Алионара? Франц. Вот тут, наверное, кампус для этого города. Да, я оболчается внизу. Для этого города тут кампус будет. А, все, я вижу твои границы. И что, ты близко к ним? Ну, у нас два города. Считай, между ними не поставили. Так это ж хорошо. Я бы, на самом деле, просто на этой реке оселился, возле которой ты был. И к тебе туда не лез. А, вправо? Которая идет сарасвати. Пожалуйста, я не против. Отлично. Ну, а что у нас осталось? Все, подсветка-то осталась. Я пока по левой реке. Уберите подсветку, пожалуйста. Пока не вижу. А, потому что у меня, наверное, да. Потому что поселенец был выбран. Так, ну, тут, к сожалению... Паджамин... Паджамид? Джамна, я вижу название. Куча джамна. Извините. Блин, а тут не пройти, наверное. Как же я тут кампус? Ну, я просто клетки могу выкупить и поставить кампус. А тут, а тут точно пустая... Блин, тут может ресурс быть какой-то. Почему меня варвары решили задушить? За что? У меня тоже лагерь. Прям под городом. У меня два... А ты чайник снял? Снял. Они чертой идут. Ну, вот и ответ. Нет, ты снял их чайник. Хорошие города. Ладно сюда везти, да. Долго будет идти, правда. Ну, так. Скаута построю. Надо вот эту верху. Потому что сюда как-то не особо хочется селиться за горами. Если там кто-то есть за горами, то получается я ставлю ему город и он практически беззащитный будет. Так, как он идет? Ага, сюда, значит. Скаута. И сейчас юниты буду. Скаута построю и пращников, например. Три. Карточку поставлю. Видите, мастерство. Открою, поставлю карточку. Да! Зеба. Зеба, зеба, зеба. Такой шикарный старт. Не часто бывает. Так, у нас там вылетал один. Мастерство открыли. Значит, ставим карточку на юниты. Слава богу, варваров особо много у меня нету. Но пока оставляем на пантеон. И-и-и-и открываем международную торговлю в раннюю империю, идем. Так, сюда. Сюда. Скаута достраиваем. У нас там в очереди пращники. Здесь рабочего. Блин, ну надо, наверное... Мне нечем ускорить. Может просто плантация открыть? Все-таки и какао, и виноград. Ну да, вот тут есть... Хотя вот тут есть рис. Может сейчас будет идти... Наверное, этим рабочим пойду рис обработаю. Как раз ускорю. Плантации. Сейчас вот обработку бронзы надо отложить и начать открывать орошение. Орошение. А, надо еще ресурсы посмотреть, потому что у меня пока только виноград и какао. Этого маловато. Всего два ресурса. Так. Ну, наверное, вверх сходим. Заодно увидим где там эти варвары. Так, тут под защиту берем. Поселенца. Пока не вижу никакой лояльности рядом. Так что, спокойно. Идем ставить город. И я коплю деньги, чтобы сразу выкупить клетки на торговца и генерала. Это вообще здорово. Такое начало прям... Мощное. Так, загрузились. У нас человек вылетает постоянно. Снова загрузились. Ничего такого важного и не происходило. В Стамбуле проверяем, что обрабатывается. Водирная. Водирная. Тоже все классно обрабатывается. Все загружены. Обработку бронзу... Давайте я уже сейчас начну орошение открывать. Чтобы ее можно было ускорить. Так, введем поселенца. Ну и правильно. Ничего тут надо барваром засечь. Ну, по-моему, ты раненый. Ух ты, его поленки ранил. Господи, я еще и первый нашел научную ГГшку. Так, ну мне нужны кампуса, значит. Может, его раз это забрал? И делать... Нет, только подошел. Сложником поленки. Надо выходить в кампуса. Варвары проатаковали прачника. Заодно я могу прокачать стрельбу из лука, открыть. Хм, а стоит ли мне выделываться? Может, у меня орошение так открыть? Два хода осталось. Давайте так, а то я не буду ускорять. Что мне надо быстро и виноград обрабатывать, и потом я пойду сразу какао здесь обработаю. Вот и все. О, Канди кто-то уже встретил. Так, интересненькое. Это интересненькое. Наверное, сюда схожу, посмотрю, где тут города можно поставить. В этом месте. Пантеончик. Сюда схожу. Прачником. Это прачник. Более меня вправо буду планировать. Аплесцам в своей реке. Я влево. Я поставлю один город справа, но это будет верху. Здесь подходим туда. Здесь. Мой на виноград. И пантеон есть. Ну, откуда это разве не урожая. Вверх. К сожалению, забрали мой любимый на престиж. Слушайте, может... Кстати, вот Бог войны это новый пантеон в моде, получается. Искру божью. Я бы, наверное, искру божью взял, но на... Блин, да и... Нет, все-таки... Нет, все-таки богиня урожая, потому что... Я тут дофига сейчас буду вырубать около Стамбула. Если я под Бордо вниз налево город поставлю, ты не будешь... Так, и меняем... Там еще Японец рядом, и я тоже хотел... Производство на города пока поставлю. Ты в крючах хочешь или понимаешь? Нет, нет, я просто только реку вижу, я еще не знаю. Не успел... Ну, тут один ход нормально. Японец, я должен тебя поставить снизу, там где... Я, пожалуй, заберу руин... Много благовония, а я тогда сверху бы на реку поставлю. Так сказать, заберу руинку, а то встал. Ну, где, куда снизу? Ну, возле там где-то три благовония. Ну, тут не так много. Ну, в этом районе ты там планируешь... Смотрите, это чьи-то границы. Он тоже около чуда поставил. Ты хочешь проверить, кстати? Ну, я или поставить, я хочу или проверить, или поставить, или сверху, там уже справа от ногой. Присаживаю, мы расселились мирно. Я вообще не хочу идти. Понял. А там еще где-то пустыня? Да, сразу подборду очередственно. Наверное, на 6 кеток еще и на пустыне. Прикол, да. Прикол, да. Прикол, да. Прикол, да. Прикол, да. Развечу, где мордор одновременно на пасть. Варварских. Да. Пойдем, молот. Воин. Ну, меня к этим больше воинов, потому что я апну... Ну, воины апают и в янычар, как раз. Ну, можно... Ну, мне бы... Давайте я письменность начну. Мне нужен все-таки... Кроме нас троих, получается, вообще никто не встречался, да? Получается так. Есть такое чувство. Кто там вообще может быть с такими цветами? Хороший, у тебя горы Франция. Да, вот я пытаюсь куда-то налево воткнуть от стеки. Попонять не могу куда. Та цтеки. Ну, написано, когда наводишь, видите? Владелец цтеки. Даже город дописан. Теотеоакан. А вот мы и встретились. А нет, это с инками. Здорово, инки. Я заберу руинки, вы не против? Здорово, конечно. Кто-то в золотой век собрался? Нет, просто руинки. Или кто-то там по счету нормально идет в золотой век. Нет, никого. А если я как-то затопило, я город ставлю между дудочками и эпохи? Не знаю. А вот эту руинку уже можно не брать. Так, давайте я здесь строителя... Строители. Иди в каменную кладку потом. Мне надо этот камень убирать, и здесь я хочу кампу ставить вот этим строителем. Как раз я туда подойду. К моменту. Вот здесь, конечно. О, блин, все метки... Слушайте, а что, когда сейв загружается, все метки уходят? У меня тоже пропали, кстати. Здорово. Ну вот. У меня сейчас, по идее, должно быть плюс два очка. Ладно, следующим ходом посмотрим. Два очка торговца и два очка генерала. Да, блин. Он сейчас вылетел, а у меня метки прогрузились. Слушайте, может мы кого-то на замену позовем? Потому что это же нереально. Ой, да я что-то не успел походить. Залат, блядь. Не рассказывай нам что там. Мы не должны знать. Мы же против тебя играем. Молчу. Так, ну там, глянем. Француз. Да, два очка великого торговца и два очка полководца. Зашибись. Еще и хороший торговец такой будет. Такие горы. Приятно, я бы сказал. Пошли сюда к варварам. Я тут тоже где-то хочу город поставить. То есть, а это горы инка, наверное, поэтому я вижу благовоние и так понимаю, что японец совсем близко. Ну, от Бордо у него город, граница. Сейчас, давайте найдем Ацтека. Она не под рекой, да? У нас замена. Ацтест играет вместо предыдущего человека, который за Японию был. Потому что, ну, 4 вылета за 23 хода, это многовато. Это многовато. Давайте еще воина. И сейчас Бордо стал воинным ходом. Здесь в очередь поставим торговца. Блин, ну что вот за лаги? Ну, вот тут я потерял производство. Один ход. О, кто еще? Марвары. Идем к ним. Будем убивать. Как раз тут скоро. Рам Артемиды. Кто это у нас поспешил с храмом Артемиды так? Я вот этот камень вырублю даже без Магнуса. Потому что мне надо... Я считаю, что кампус надо быстрее поставить. Тут плюс 3. Надо как-то понять, куда города ставить. Тут отнизу хороший город, наверное, будет. Так, а вот этого рабочего куда? Ну, вообще... Ну, вообще, вот этот медь надо убирать, конечно, отсюда. Да. Проблемка теперь в золотом выскочить. Кто-то метки усиленно на 5 ставит, а? Вроде же тебя смотрел на видео, не христи. Ну, против кампа, когда. Это я. Ну, все. Бам. Я же не ставлю, я их удалял. Да, без разницы. И так, и так. И так, и так. И так, и так. И так, и так. Бам. В кайсере. Дивно. Отправим. Сдоршарку сделаем. Сдоршарку сделаем. Вот, хорошо. Одно очко плюс. Посмотри, сегодня дружелюбный или опять самолетом игрушенными опоздать? Помнишь игру, где-то ты американца вначале побежал, а потом и слева тебя через горы египтом играл? Окей, у меня спрашиваешь. Нет, османа Калецкого. Нет, я не... За кого я играл? Я не помню, с кого ты играл, ты в начале игры американца быстро победил, а я чувака, который подо мной жил, тоже на свою не помню. Я играл с Египетом, я слева от тебя. Между нами были горы, а ребят сильный. Ты самолеты вышел, помнишь тогда? Гейм овер. Поступил. Не хожу. Страча самолета, Алексей Дебец. Самолеты, корабли, это его. Здрасте. Он вообще не халявит. Вот, посмотрите, армия. Ну, конечно, а как можно халявить? Блин, я из-за него забыл поставить строительство поселенцев. Ну, вот, что-то, наверное, все-таки, как же кренни рассказывают. Кстати, по-неместям соседи. Я, блин, вторую игру подряд с ним. Сосед с ним. Че тут? Нет, а вот играет тоже с ним соседи? Да. А с какой стороны? Сверху, справа. Да мы Патр Купатр по разной стороне от хребта Кавказ. А ты где? Не, нам с ним вывать, и смысла нет, да и неудобно. Между нами хребет. До самолетов, да? Да, блин, да, я их слышу. Я помню, тебе тоже, хребет, мешался он вывать, потому что самолет появился еще. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, то есть, Ацтек меня тоже видит. Это, видите, он... Э, ну, что тогда он не обрабатывает это чудо, непонятно. Француз, он должен 60 минут. Короче, поставлю. Ну, я трудовую повинность открываю, я ее ускорю тем, что у меня просто сейчас откроется кампус, и она быстрее... Я быстрее ее построю, чем... Буду... Там воевать и три хода осталось. Я просто решил... Я помню, что я хотел сюда кампус от этого города, но я, видимо, здесь поставлю город, и вот от этого города будет сюда кампус. Да, я понимаю, что он под... 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 Под вулканом. Но тут хорошее место, и город имеет смысл там ставить. Так, три хода. Давайте библиотеку. Нам надо в поленки отправлять будет. Послушал, что-ка эти поленки хочет. Тяжелую колесницу. О, а это ты... Должишь? Одолжишь? Нет, нам попозже. Блин. Одно очко. Нет. Нет. Ой, нет. Нет, только не деньги, только не деньги. Блин, одного хода не хватает, что в античность выйду. Так еще один ход есть. Нет, сейчас, по идее, уже все. Нет, тридцать первый ход. Ну, на следующем ходу. Ну, на свежем ходе не успевали, и все. Блин. А, стек. Приперся. Ну, не судьба. Зато артист он в золотой вышел. А, нет. Счет. А, не-не-не-не. Я не стал даже тратить. Инг выходит в темный, блин. Нет, у меня прям, вот, что реально один ход, и я бы вышел. Ну, у меня нет смысла все равно забирать, я лучше все еще и буду на плюс 3, и галерка. Ну, как раз одного хода не хватает. Еще раз хватит. Так, в обычный день, да нет. Так, тут вырубать будем, когда Магнус приедет. Слушай, так у японца тоже неплохие горы. Ну, у меня одна гора. Ухожу с болота, на болоте минус в защите. Ну, я бы, короче, сегодня против и поставил город где-то на этой реке. Не буду вырубать. Не сделаю фермы. Вреда он не нанесет. Может сюда его ухать у меня воевать? только из ты его по стороне поселенцы уже начну или или библиотеку на поленке где конкретно кором вот я вижу горы рядом со мной тут ждем на ногой веры как так справа от ногой я живу там но я надеюсь как раз хочу только я хочу справа 10 лошадей прикольно 111 96 71 меня давать на руки ты можешь снизу и надо там сверху и нормально можно сказать честно получится еще одну губера можно поставить кого давайте рейну в кай серии там покупать клетки в сторону от стека предложим от стеку дружбу у тебя кайсер это второй город да а далеко от столицы мы заберем четыре клетки вранье наше просто ценоват получается ну да мы дезинформируем противника у меня есть куда расселиться так что я с дружбой отлично я в твою сторону больше не буду ставить хорошо что можно общий язык найти всегда до блин я опять не поставил карточку но я не успеваю ну что за не хочу поселенцев строить без карточки блин я блин ну что за 5 ходов вашей дружбой соседей на желание традицию откроем тем более этом кавалерию надо построить так давайте поселенца в очередь ставить ай блин я вообще самый дружелюбный самый мирный так всегда самые злые говорят а вот кстати артист был в той игре когда холецкий больше играл за египет и был справа от тебя а справа от меня холецкий он меня бомбардировщик да хватит всем жаловаться шу холецкий тебя заболевать я вот я просто нашел да мне тогда надо было просто англичане выбирать я вычета пожалел да ладно нет убьют мне дуболома кстати никого не смущает количество очков моих торговцев и полководцев на этом пока все напоминаю что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас переходите во вкладку сообщества а подписчики увидят продолжение завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей холецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока